ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В районе нашего города автомобиль сбил ребенка. 22 апреля на улице 50 лет в ЛКСМ произошла авария. Автомобиль «Опель» совершил наезд на ребенка. Несовершеннолетнего на скорой доставили в медучреждение, где после осмотра и оказания медицинской помощи его собрали домой родители. По факту ДТП проводится проверка. Недалеко от Барановичей легковушка столкнулась с бусом. 22 апреля в 12.30 на 14-м километре автодороги Р4 недалеко от Дарьева-Чиж произошло ДТП. Установлено, что женщина-водитель автомобиля «Фольксваген» ехала в направлении города Барановичи. Увидев, что шеренга авто впереди останавливается, 44-летняя жительница района тоже начала тормозить, но машина катилась дальше. Тормоза исчезли. В результате легковушка столкнулась с ехавшим впереди бусом. ГАЗ. В аварии люди не пострадали, машины получили механические повреждения. ГАЗ принадлежит одной из организаций Солигорска. Надзорная полномочия за соблюдением законности, осуществляемая прокуратурой практически во всех сферах правоотношений, направлена на быстрое и эффективное решение сложных вопросов. Прокуратура осуществляет надзорное полномочие за соблюдением законности практически во всех сферах правоотношений. Ежегодно в Барановичскую межрайонную прокуратуру поступают около 2000 обращений. За 2020 год, например, в прокуратуру поступило 1030 письменных обращений, и 827 лиц обратилось со своими проблемами на личных приемах прокурорским работникам по различным вопросам, в том числе по соблюдению трудового, земельного, жилищного и иного законодательства. Прокуратура стоит на страже прав и законных интересов граждан и юридических лиц, добиваясь их восстановления в случае нарушения. По отдельным обращениям вместе с тем принято решение об отказе в удовлетворении заявленных требований. Дело в том, что прокуратура обязана соблюдать нейтралитет, оценить ситуацию с позиции закона и принимать решения, основанные на его нормах. По многим из поступивших обращений прокуратуры были подготовлены иски, протесты, предписания, официальное предупреждение, постановление об отмене процессуальных решений по уголовным делам и по материалам доследственных проверок. Возбуждены уголовные дела. 141 обращение в 2020 году подступило от представителей юридических лиц. В основном по вопросу содействия в защите их экономических интересов путем обращения прокуратуры в суды, экономические и общие с соответствующими исковыми требованиями. Например, еще на стадии рассмотрения обращения в прокуратуру одного из градообразующих предприятий города удалось вернуть данному предприятию денежные средства без обращения в экономический суд с исковым заявлением. В частности, на письменное требование прокуратуры о пояснении обстоятельств образования задолженности от директора предприятия-должника поступило письмо, в котором он подтвердил наличие таковой за поставленный в 2019 году товар и обязался погасить основной долг в ближайшее время. Через пару дней в прокуратуру поступило платежное поручение об осуществлении платежа в адрес предприятия нашего города. В ближайшие дни состоится рассмотрение двух исковых заявлений, направленных прокуратурой в экономический суд по итогам рассмотрения обращения районного жилищно-коммунального предприятия, расторжения в судебном порядке договоров купли-продажи недвижимого имущества и взыскания штрафных санкций в доход бюджета Барановичского района в размере более 60 тысяч белорусских рублей субъекта хозяйственные, не исполнившего на протяжении предоставленных ему трех лет договорных обязательств. Предвесенное государственное имущество не было вовлечено в хозяйственный оборот. Соответственно, и дополнительные рабочие места не были созданы, и поступления доходов, в том числе налогов, в бюджет не имелось. Помимо того, капитальные строения содержались не в должном образом, допускалось проникновение в них посторонних лиц, о чем свидетельствовали разбросанные в помещении мусор, окурки и бутылки. Прилегающая территория не обкашивалась, поросла кустарниками. По каждому рассматриваемому вопросу прокуратура старается оперативно отреагировать с целью максимально эффективного его решения. В Барановичах изъяли 80 литров самогонной браги с целью профилактики пьянства и алкоголизма, совершения правонарушений и преступлений лицами в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудниками Барановичского ГОВД проводятся мероприятия, направленные на пресечение фактов изготовления, хранения и реализации самогона, самогонной браги, аппаратов для их изготовления, а также фальсифицированных алкогольных напитков и спиртосодержащих жидкостей. В результате работы рейдовой группы в одном из частных домов у местного жителя сотрудниками милиции был выявлен факт изготовления и хранения 80 литров самогонной браги. В настоящий момент по данному факту проводится проверка. Мужчине грозит штраф в размере до 37 базовых величин. В дежурную часть Барановского ГОВД с заявлением о краже декоративной посуды обратилась 46-летняя местная жительница. Заявительница пояснила, что неизвестный похитил 28 баз. Сотрудники уголовного розыска ГОВД, собрав всю информацию и осмотрев место преступления, выяснили, кто совершил кражу. Похитителем оказался неработающий 48-летний барановичанин, который в настоящее время арестован за ранее совершенное преступление и содержится в СИЗО. Похищенное изъято. Следователи дали правовую оценку его действия. В Ляховичском районе обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны. В дежурную часть Ляховичского ГОВД поступило сообщение от жителя деревни Каньки об обнаружении боеприпаса во время подготовки земельного участка к посадке зерновых культур на расстоянии 150 метров от придомовой территории сельчанин наткнулся на металлический предмет, напоминающий снаряд, и сразу позвонил в милицию. По оценке специалистов, найденным объектом является артиллерийский снаряд 45 мм. Найденный боеприпас уничтожен. В дежурную часть Барановского ГОВД поступило сообщение от жителя города о том, что на пустыре по улице Слонимское шоссе найдены несколько предметов, напоминающих снаряды. Вечером по дороге в гараж мужчина заметил в кустах возле тропинки мешок с предметами, похожими на снаряды. О своей находке он сразу сообщил милицию. В группе разминирования было установлено, что находкой оказались 35 корпусов артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны, калибра 76 мм, без взрывчатого вещества и средств взрывания. Работу по предупреждению пожаров проводят сотрудники Барановского ГОВД ЧС. Палы травы запрещены законом. Виновные в сжигании сухой травы несут административную ответственность. С приходом тепла участили случаи палов травы. Стремясь очистить таким образом свои участки от прошлогодней листвы, граждане часто наносят непоправимый урон не только своим владениям, но и природе. Работники Барановического ГОВД по чрезвычайным ситуациям продолжают пожарно-профилактическую работу по предупреждению палов сухой растительности. В ходе акции «За безопасность вместе» огнеборцы проводят рейдовые мероприятия в сельских населенных пунктах, дачных кооперативах. В беседах с гражданами представители МЧС напоминают о запрете выжигания сухой растительности на корню, о требованиях пожарной безопасности при сжигании мусора, при разведении костров, при приготовлении пищи на открытом огне. Рассказывают о правилах поведения в лесу в пожароопасный период. Статистика показывает, что абсолютное большинство случаев пожаров по причинам пала сухой травы происходит по вине людей. Лишь 5-10% из-за метеорологических условий. Для живой природы пала являются настоящим экологическим бедствием. В результате выжигания происходит деградация растительного покрова, обедняется его видовой состав и растительные ассоциации. Везде, где прошли палы, уже не будет прежнего разнообразия. Сорняки-вредители захватят освободившуюся территорию. При пожарах в атмосферу уделяется большое количество ядовитого дыма, воздействие которого вызывает целый ряд различных заболеваний, особенно органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Если обнаружили пал травы, примите меры к ликвидации подручными средствами. Кромку огня можно захлопать ветвями лиственных деревьев, засыпать песком. И если же огонь развился значительно, не пытайтесь тушить самостоятельно. Позвоните в службу спасения по телефону 101, опишите местность, ориентиры и подождите приезда пожарных в безопасном месте. КОНЕЦ В Ляховичском районе при пожаре погибла пожилая женщина. 24 апреля в 2.06 в МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Ольховце Ляховичского района. На пожаре обнаружена погибшая хозяйка 1928 года рождения. Причина пожара устанавливается. В Барановичском ГУВД устанавливается личность мужчины, изображенного на фото, который мог являться свидетелем происшествия. Граждан, которым что-либо известно о личности мужчины и его местонахождении, а также располагающих какой-либо информацией о нем, просят сообщить в Барановичском ГУВД по номеру 102 или в отдел уголовного розыска по телефону 484710 484808. Анонимность гарантируется. Это все, что мы хотели рассказать. Оставайтесь с нами и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова